Привет зрители! Я все-таки решила обозреть все свои три новинки и фраше, хоть меня никто не просил, но я решила, что раз есть поисковые запросы и фраше, которые ведут к моим роликам, то почему бы не сделать, чтобы их вело побольше. В общем, вот такое вот у меня лимитки этого года, это у нас ночная ваниль, это парфюмированное масло для душа, сделанное во Франции, еще две вещи, которые сделаны в Ленинградской области уже в России. Хреново разливают в России, в общем, когда их где-то там под Северском делали, делали как-то более качественно, хотя тоже разливали как бы в России. Вот смотрите, вот это 200 мл, тут флакончик, вот это у нас чай золотой, 200 мл чай золотой, в России над мозги его перевели ароматный чай, насладитесь пряным ароматом чая. Знаете, напоминает, у меня когда-то духи такие были в виде яблочка, пахли так немножко горьковато, зеленовато, вот примерно так оно и пахнет. Вот смотрите, вот сколько сейчас осталось, угадайте вот с трех раз, куда вот это ушло, сколько раз я мылась, вот не поверите, я три раза только помылась, и мне вот это вот ушло, вот столько. Мало того, что оно нифига не пенится, и чтобы вот нормально намылить, ну, налить на мочалку, сбить пену и нормально себя помыть, чтобы не доливать на эту мочалку или еще что-то, надо вот дофига вылить этого геля для душа. Ну, такой вроде гелевый гель, да, в России розлитый. Аромат я уже сказала какой. Вот так нюхаешь, вроде как горьковато-травянистый. На коже он не остается, в ванне он, в принципе, тоже особо не задерживается. Кожу не сушит, плюс, наверное, в этом. Пенится фигово, сделан в России. Вот такое вот вообще отвращение, настолько дизлайк после вскрытия 12 месяцев. Тут у нас сказано под контролем Франции, я не знаю, как они контролировали, эти французы. Может, над душой стояли, пока русские там из одной боди все это разливали, может, еще что-то. Но такой вообще отврат. Вот русские, русское производство французских гелей для душа и фраше, обновленной на серии Плезир Натуры вот этих уже лимиток. Вот в прошлом году лимитка, сделанная в России под присмотром Франции, была как-то еще меняемая. В общем, русское производство французской косметики, это такой отурат. Вот. Не зря меня, видимо, душила жаба, она подсознательно понимала, что вот это вот, ну, деньги на ветер вообще какой-то отстой. Вот первое разочарование в фраше, лимиток новогодних. Второе разочарование, а сегодня его заюзало, вот тут уже видно, наверное, вот сколько это тут ушло. Это у нас красное яблоко, его тоже сделали в России под контролем Франции, тоже, наверное, человек из Франции, француз какой-нибудь стоял над душой русского человека разливающего. Тут у нас 12 месяцев тоже после вскрытия, 200 мл, вот у нас лимитированная коллекция, гель-гаммаш для душа наливное яблоко. Красное яблоко, гель-гаммаш. Вот то, что это гель, да, это 5 с плюсом, это такой шикарный гель для душа, то, что это гаммаш, мне попалось, честно, 3 скрабирующих частички. Настолько мелкие, настолько легкие, я не знаю, что они скрабируют, лицо скрабируют, пятки скрабируют, жопу скрабируют себе, наверное, эти русские люди, которые разливают это дерьмо из одной бутылки, стопудово какая-нибудь канистра стоит, один ароматизатор и краситель вот сюда добавили и залили, другой ароматизатор и краситель и пару каких-то скрабирующих частичек, я вообще не знаю, что это. Знаете, может, блестяшки такие вот бывают, на ногтях бывает лах такой с блестяшками, или просто блестяшки на какой-то кофточке. Вот, наверное, таких блестяшек туда нахреначили. И выдали, типа, вот мы такое, тут под эгидой Франции, все под присмотром. Тут вот видно несколько штучек таких на тюбике, внутри вот с той стороны, некоторая парочка мелких, некоторая парочка таких уже раза в 4 побольше, чем те мелкие. Вот мелкие, это вот как точка от ручки шариковой. Крупные, это вот, ну, как точка от гелевой ручки. Слушайте, такой. У меня вот, честно, у меня на душе один мат. Я пытаюсь не материться, но это такой конкретный мат. Это вот мат по-русски, мат по-французски, мат по-английски, мат, мат, там, какой-нибудь ксо-ксо-ксо-ксо-ксо. По-моему, ксо там, или как, оно переводится как, ну, испражнение человеческое, да, или кошачье животное, короче. Как дерьмо переводится. Ксо, насколько мне помнится, потому что я помню первая глава «Месть хамуры», у Никитоса была, там некоторые звуки чисто переводились, как читались на ЯПе. И кто-то в Каментах писал, типа, чё, не перевели. И кто-то другой ему ответил на этого, чё, не перевели, что это вроде как чёрт на ЯПе. Ну, короче, чёрт не чёрт, дерьмо то ещё. И вот тут вот это вот, он, гель для душа, он шикарный, он хорошую пену даёт. Вот, то, что у меня вылилось за раз на губку, оно мне хватило на всю тушку практически так, на ноги уже немножко. На одну из ног мне чуть-чуть уже приходилось как-то выдавливать пену из пены. Дизлайк. Вот по десятибалльной шкале я бы им поставила по нулю, а по пятибалльной минус пять, минус десять, минус не знаю что, минус-минус. А турат полный, сделанный в России для русских людей. Вот мне иногда сомнение такое берёт французы вообще в курсе, что в России делают что-то под их якобы присмотром. Короче, вот это вот, ну, не сказать, что разочарование, а разочарование чисто в запахе. Аромат один в один, как прошлогодняя лимитка белая ваниль. Там было вот масло для душа, я не припомню, там у меня был русский гель для душа белая ваниль. И не русский, но французский молочко для тела белая ваниль, оно у меня там стоит. Это молочко. И крем для рук у меня тоже есть, по-моему, русский. Ну, мне тогда дарила подписчица, как бы дарённому коню зубы не бьёт. Там уже подписчица не виновата, что половина и французской косметики, и фраши теперь делается в России уже последние лет пять или шесть. Как масло для тела, оно очень хорошее. Оно хорошо тебя помоет. Как масло для тела, оно не особо мыльное, потому что масло для тела всё-таки. Да, ну, есть масло для тела, которое действительно хорошую пену даёт. Вот есть такое, среднее масло для тела. Это, в принципе, вот оно, мне кажется, по консистенции... Ну, да, оно более густоватое. Будем считать, что это масло для тела. Парфюмированное масло для душа. Ну, для душа, для тела коранец. Ночная ваниль, 200 мл, сделана во Франции. Ой, ты моя лапочка, тебя во Франции делали французы. Без всяких русских... Ругательное слово, хоть и не матное, вылазит. Короче, без всяких русских, которые ободяжут непонятно что, непонятно зачем и почему. Почему и зачем. В общем, если вы любите французскую косметику, сделанную французами, подназванную Мефрашет, то я вот это вам советую. Я вообще советую вам приходить, если у вас есть в наличии в городах, в населённых пунктах, и вы в России при этом обитаете, места вот эти вот и фрашевский магазин официальный. Смотрите, пожалуйста, кто делает. Вот сделано во Франции. Made in France. Франш. Не понимаю, почему французы пишут на английском. Короче, сделано во Франции. Хрен с ними, с этими французами, которые внезапно вдруг полюбили этот английский. Мой препод по-французскому, который ещё и во Франции умудрился поработать в гробу, наверное, перевернулся от осознания такого факта. В общем, сделано во Франции. Смотрите, что было сделано во Франции. Вот если сделано во Франции, оно нормальное. А если сделано в России, вот на сайте, к сожалению, интернет-магазина или по бланкам, делая заказ, не бываешь уверен, что действительно сделано во Франции или в России. Если сделано в России, купите на эти деньги что-то другое. Блин, да тот же Эйвен. Или, я не знаю, мылоси свояйте какое-нибудь самопальное. Пожрать, купите. Вот что угодно, то не сделано в России, лучше не покупать. Это такой отврат, это вообще, я не знаю, что. Вот на хрена переплачивать 200 там чем-то рублей, 249, что ли оно стоило вот это вот, на то, что сделано в России. Вот мне кажется, если сделано в России под присмотром Франции, оно должно быть в три раза дешевле, чем то, что сделано действительно во Франции. Вот это 350 рублей, я вот не жалею эти 350 рублей, потраченные вот на эту счастье. А вот это вот 149 и 200, ну вообще оно в наборе там было, там жидкое мыло, но я его планировал задарить кое-кому на Новый год. Вряд ли меня кое-кто смотрит, поэтому, ну, все равно не буду говорить, иначе это уже не сюрприз будет. Вот я ж не некоторые, короче, которые вот фейхи плодят и все еще прыгают у меня в каментах. Вот ролики не писала, человек не прыгал. Ролики снова возобновила, снова человек прыгает. Но человеку заняться нечем. Так же, наверное, как русским людям, которые разбодяживают вот это вот. Вот это я не знаю, вот что вот это. Я им пару раз голову мыла, совсем чуть-чуть, вот на голову так нормально намыливают. А если это чуть-чуть при обычном геле для душа на губку нанести, то в лучшем случае руку вот так помоешь и все. Вот буду пользоваться как гель для душа. Буду доделывать от безысходности тоже как гель для душа. Попробую, может, как пену для ванн сделать. Вот у нас гель для душа и ванны. Посмотрю, сколько надо вылить в ванну, чтобы была хотя бы имитация пены. В общем, люди, если вы еще не купили, и вас местами душит жаба на эти лимитки и фрошевские этого года, 2019 считаться, да, лимитки и фрошевские, не покупайте. Покупайте, если у вас есть возможность, смотрите, вот масло там для душа. Правда, оно не всегда на сайте бывает, а когда собиралась тут еще месяц назад заказывать, его на сайте не было. По бланкам, может быть, он еще идет. Новогодние бланки, там именные бланки. Смотрите, если, конечно, вам плевать, что оно хренового качества и при этом дерется деньги какие-то неимоверные за это хреновое качество. Не, я не считаю, что 149 рублей за 200 мл геля для душа это дохрена дорого, но если вы производите что-то, вы даете, что это как французская косметика, то, пожалуйста, поставляйте нам, покупателям, французскую косметику, а не какое-то дерьмо из подвала разлитая непонятно как, непонятно где. Полный, это, дизлайк, полное, вообще полное разочарование. В общем, если вас не напрягает, что сделано черти как и наклейка там и фроши, то творяйте, покупайте. А если вы хотите все-таки, чтобы ваши деньги как-то оправдывались, то смотрите вот внимательно. Вот масла для душа делают действительно Франция и фроши. В России еще не научились разливать под присмотром французов масла для душа. Ну, что хочу сказать. Я не знаю, как все остальные запчасти этих лимиток, яблочко красненького наливного и золотого нашего чайчика ароматного. Но вот то, что я приобрела, оно и жидкое мыло, оно реально сделано в России. Всем спасибо за просмотр, всем нормальных косметических гелевых вот этих. Я считаю, что это тоже косметика, да? Ухолодовая косметика. Всем нормальных косметических покупок, чтобы наклейка и название соответствовало тому, что действительно есть. Ну и всем пока, с наступающим!